Славяне никогда не могли примириться с тем, что те, кто жил беззаконно, не по совести, обманывая друг друга, грабя своих ближних, могли остаться безнаказанными. Они искренне полагали, что отомститься, отольется им не на этом свете, так на том. Как и многие другие народы, славяне верили, что место казни для беззаконников — внутри земли. Это место пекла, находится пекло в безднах преисподних, а вход в них расположен где-то на западе. Там собираются все злые боги, все недобрые силы. Представления о пекле, по всей вероятности, сложились под влиянием христианского учения об аде. Ранее славяне верили в потусторонний мир, куда уходили умершие. Сначала почивших предавали огню, и они возносились на небо к Перуну-громовержцу, а в более позднее время погребали, отдавали матери, сырой земле. Можно предположить связь пекла с восточнославянским обозначением змея. Есть в подземном мире особое царство, пекло, где хозяйничает бог войны, кровопролитие и всяких бед, пек, второй сын Чернобога и Мары, брат черта. В эту страшную преисподнюю проваливаются сквозь кровавую горловину души умерших грешников. Но злой и коварный пек затягивает туда также души праведников, хороших людей, доблестных витязей. Итак, пек, мифологический образ божества войны, зла, беды, представляли его маленьким кровожадным башком, который во время драк, ссор, войн быстро увеличивается в размерах, пожирая людей. Бог Пек, один из самых беспощадных и жестокосердных славянских богов, олицетворение тех страшных наказаний, которые ждут после смерти всех злодеев, убийц, супостатов. Он, судья мертвых, повелитель мучений. Конечно, этого бога люди могли только бояться, поэтому святилище его не существовало. В пекле двенадцать ярусов, это двенадцать огромных провалов, один ниже другого, соединяющихся между собой кровавыми горловинами. Чем больше человек имеет грехов, тем тяжелее его душа, тем глубже она проваливается. Повсюду стоят раскаленные сковороды, огромные чаны, наполненные кровью, и котлы, в которых кипит смола и варится деготь. В пекле души грешников прокаливают в огне и очищают для новой жизни на земле. Древние славяне, как и все арии, верили в возрождение после смерти. Затем передают эти души богине Живве. С ее позволения душа возвращается в мир для новой жизни, начисто забыв старую. Но иные веруют, что души, раз побывавшие в пекле, сохраняли память о мучениях, и в новой жизни старались не грешить, дабы не попадать туда, поэтому с каждым новым рождением становились все лучше. Однако порою огонь пека горит недостаточно ярко, и в новой жизни человек совершает старые грехи. Тогда надежды на новое рождение для него больше нет. Некоторых грешников пек возрождал в образах волкодлаков-оборотней, чтобы они мучились и в жизни человеческой, и в звериной, иногда он сам выходит из ада в виде медведя-оборотня. Никто из богов не может проникнуть в царство пека. И только чур время от времени пробирается в пекло и смело вступает в бой с самим хозяином ада. Отголоски их битвы слышны повсюду, а последствия выливаются в разрушительные землетрясения.